Библейский портал экзегет.ру представляет Деяния апостолов для библейского портала Экзегет, читая перевод Международного библейского общества, вторая глава. Первая глава такая вводная, апостолов осталось 11, но на самом деле рядом с ними те, кто хотел быть с ним больше ста человек. И они избирают 12-го на место Иуды-предателя, причем избирают по жребию, то есть это Господь избирает, а не люди. Ну а дальше они должны приступить к тому, что им повелел Господь быть свидетелями ему, начиная с Иерусалима и даже до края земли. А как? А где взять силы? А не будут ли это городские сумасшедшие, которые там бормочут что-то, и никто на них внимания не обращает? Ну так оно примерно и начинается, но с небольшой поправкой. «Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе». «Пятидесятница» — это иудейский праздник через 50 дней после Пасхи. «Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум араганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на других языках. Дух давал им такую способность». То есть изначально это все-таки действие Духа. Вот если бы не это действие Духа, ничего бы у них не получилось. Действительно были бы городские сумасшедшие. «В Иерусалиме в это время находились набожные иудеи из разных стран под небом. На шум собралось много народа. Ну, они паломники, да, они пришли на праздник в святой город. Люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на его родном языке. Изумляясь и девясь, они спрашивали, разве все эти люди не Галилея, а Галилея, да, это такая провинция, это вот глухой уголок святой земли. Такой, знаете, там Биробиджан, Конотоп, да, вот они же все из Конотопа вообще. Что это за странность? «Как же это каждый из нас слышит их, говорящими на нашем родном языке? Среди нас есть Парфиане, Медяне и Ламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты и провинции Азии, Фриги и Памфилии, Египты, окрестностей Ливии, прилегающие к Кирине и жители Рима, иудеи, обращенные в иудаизм, критине и арабы. Мы все слышим, как они говорят о великих делах Божьих на наших языках». Ну, то есть иудеи, жившие в разных странах, уже говорили на языках этих стран. Ну, как сегодня, в Москве иудеи говорят по-русски, да, в Нью-Йорке по-английски, вполне понятно. И они все слышат речь свою родную, причем из уст вот этих грубых провинциалов. Удивленные и растерянные, они спрашивали друг друга, что бы это могло означать. Некоторые же посмеивались, они напились сладкого вина. Непонятно, какая логика, но людям часто лишь бы обвинить, да. Ну, хорошо, если кто напился сладкого вина, может, он там чего-то и бормочет, но как все это понимают, тут явно не в алкоголизме дело. Но их приняли за тех самых городских сумасшедших. Я еще люблю говорить, что Пятидесятница — это профессиональный праздник библейских переводчиков, в числу которых я сам отношусь, потому что в этот день за них работает Святой Дух. Все все и так понимают. В остальные дни приходится переводить. Это труд. А что это было? Вот я бы очень хотел узнать, как Лука объясняет это действие. То есть все апостолы говорили на каком-то одном языке, который вдруг стал общепонятным. Вот рухнули языковые барьеры, и люди воспринимали не звуки языка, они воспринимали суть сказанных слов как-то напрямую, да, как бы мысли читали. Один вариант. Другой вариант, что они просто говорили на языках, которых не знали. Один апостол по-арабски, другой на латыни, третий на языке каппадокийцев. И каждый слушавший выхватывал знакомые кусочки из этой речи. Еще один вариант. Мы не знаем. Лука не любопытен в том, что касается чуда. Его очень интересует человек, его очень интересует характер, его очень интересует смысл событий. А чудо есть чудо, зачем в нем ковыряться? Вот было такое событие? Как? Да не знаю, в общем, не очень важно. Но это повод для речи. Смотрите, если над нами смеются, что можем сделать? Обижаться, прятаться. Требовать, чтобы нас защитили, к властям идти, да? Накажите за оскорбление. Петр видит в этом повод для проповеди. Как раз он и начинает. Петр, поднявшись вместе с другими, одиннадцатый, обращаясь к народу, громко сказал. Иудеи, все жители Иерусалима, чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. Люди эти не пьяны, как вы думаете. Сейчас ведь всего лишь третий час дня. Отчет начинался с рассвета, то есть там, допустим, в шесть святает, то есть девятый час утра. Ну, трудно напиться к этому времени. Мало реально. Но это исполняются слова пророка Иоиля. И в последние дни, говорит Бог, я залью духа моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Ваши юноши будут видеть видение. Вашим старцам будут сниться пророческие сны. И на слуг и на служанок моих я залью все дни моего духа. И они будут пророчествовать. Я покажу чудеса в высшине небес. И знамени внизу на земле. Кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится в тьму и луна в кровь. Перед тем, как наступит великий и славный день Господа, и каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. То есть, смотрите, вы говорите, что эти люди, ну, совершенно простые, никакие вдруг обрели чудесные дары. Так тут это и сказано. Слуги, служанки, юноши, старцы, да, вовсе не священники, там, цари и пророки. Все будут пророками. И вообще что-то будет грозное. Солнце потемнеет, луна станет кровавой. Но нужно призвать имя Господа, чтобы спастись. Израильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Иисусе из Назарета. Бог удостоверил вас в том, что послал Иисуса могущественными делами, чудесами и знаменями, которые, как вы сами знаете, Бог совершал через него у вас на глазах. Его, преданного по замыслу и предвидению Бога, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. Но Бог воскресил его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах его удержать. Три основных тезиса. Иисус был от Бога, что доказывают знамени и чудеса. В его смерти виновны вы, но Бог его воскресил. Сегодня мы скажем, он воскрес, но Петр это немножко иначе хромулирует, неважно. Почему именно три этих элемента проповеди важны? И это дальше будет основой апостольской проповеди. Иисус от Бога, а не от себя, не от колдовских каких-то способностей, не от наших фантазий. Потому что если это не так, то все, что мы говорим об Иисусе, просто теряет смысл. Мало ли фокусников на свете. Дальше. Вы виновны в том, что его убили. Вообще-то большинство людей, которые там присутствуют, лично вряд ли в этом виновны. Наверное, там было много тех, кто только что был, скажем, и кричал там в Иерусалиме, распни, распни его на Пасху, да, накануне Пасхи. Но не все же. Но тем не менее, он обращается к ним, потому что это призыв заставить их изменить что-то в своей жизни. Да, вот мы совершили какую-то колоссальную ошибку, надо что-то по этому поводу сделать. А что сделать? А вот Бог его воскресил. То есть Бог в силах это исправить. Он смерть в состоянии победить. Неужели то, что вы придете к нему с грехом, его остановит от вашего воскрешения? И цитата. Они же все иудеи. Они хорошо знают, по крайней мере, думают, что хорошо знают Писание, Ветхий Завет. Вот пророчество, в котором он видит пророчество о воскресении. То есть это не просто событие, это исполнение того замысла Божьего, который отражен в пророчествах Ветхого Завета, и сейчас он сбывается на ваших глазах. Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что пророчество Давид умер и был похоронен. Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. Он был пророком, и зная о том, что Бог обещал ему склятвию возвести на его престол одного из его потомков, он, видя будущее, говорил о воскресении Христа. То есть это пророчество Давида не о нем самом, он же умер и не воскрес. Значит, Давид пророчествует о ком-то, кто придет потом, и в Иисусе это сбывается. О воскресении Христа, что он не был оставлен в мире мертвых, и его тело не увидело тления. И вот Бог воскресил Иисуса, и мы все тому свидетели. Он был вознесен рукой Бога, и получив от Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. Ведь Давид не поднимался на небеса, но он сказал, Господь сказал моему Господу, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Еще одна цитата из псалмов Давида, где, конечно, невозможно увидеть в жизни самого Давида исполнение этих слов. Значит, в жизни Иисуса они сбылись. Поэтому пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что этого Иисуса, которого вы распяли, Бог сделал и Господом, и Христом. Вот он еще раз напоминает об этих трех вещах. Это от Бога, вы виновны, но Господь его воскресил, значит, и вас может. Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Ну, вообще-то, наверное, им уже во времена распятия, тем, кто в этом так или иначе, пусть пассивно нас участвовал, наверное, стало совестно. Пусть они еще ничего не знают там про воскресенье, но человека отправили на мучительную смерть, в общем, ни за что. Они спрашивали Петра и других апостолов, братья, что нам делать? Какая прекрасная возможность для Петра вот сейчас начать над ними издеваться? И говорите, мне это вам прощения, вы жалкие и ничтожные грешники, Бог вас покарает. Многие любят такое делать. Петр отвечал, покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Возможности все открыты, выбор за вами, ни слова упрека. Сказал, вы виновны, но он не развивает тему вины, он не спекулирует над темой вины. Потому что это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали, ко всем, кто будет призван Господом, вашим Богом. И он дает им колоссальную надежду. Он говорит, это все и для вас. И многими другими словами Петр убеждал их, говоря, спасайтесь от этого развращенного поколения. Ну, то есть, вот у вас есть возможность отделиться от тех, кто взял на себя этот страшный грех. Те, кто принимал его проповедь, были крещены. В тот день присоединилось около трех тысяч человек. Еще бы. Сработало. Ну, хорошо, присоединилось. Вот у нас их там 12, 120 уже, да, а тут еще плюс 3000, да. Сразу прямо выросло число на порядок. И как они жили. Это уже не узкий круг. 12 там, ладно, встречаются, друзья, друг друга все лично знают. А 3000 – это уже масса людей. Они твердо держались учения апостолов, всегда участвуя в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Тут преломление хлеба и совместная трапеза, и то, что мы сегодня называем Евхаристией. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудеса знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они придавали свои владения, имущества и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме и по домам, где преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Такая абсолютно идеальная картина, но у Луки есть этот метод. Он показывает идеальное, а потом он показывает исключение, что тоже будет в этом тексте дальше. Но не во второй главе.